Здравствуйте, уважаемые шашисты! Продолжаем разбирать лучшие партии гроссмейстера Петра Чернышева с лично командного турнира на Гамблере. Сегодня мы с вами разберем две партии. Первую партию с Романом Щукиным, мастером спорта из города Санкт-Петербург, очень сильным мастером. И вторую партию с Сергеем Малаховым, кандидатом в мастера из города Апатиты, по-моему, Мурманская область. Кстати, хочу напомнить, что сегодня тоже пятница, и сегодня на сайте Гамблер состоится также лично командный турнир, то есть он проводится еженедельно. Сегодня будет стрим на канале «Всё о шашках». Играть, наверное, буду я на данном стриме, а комментировать партией будет кандидат-мастера из Мурманска Артём Гагаринов. Ранее Артём жил в Кирове, очень сильный кандидат-мастера. Ну вот, сегодня попробуем вас развлечь немножко. Я поиграю, Артём, наверное, будет комментировать партии и в конце покажет очень важное окончание в конце стрима. Три дамки против дамки и двух шашек соперника. Очень непростое окончание, и зачастую очень многие шашисты, в том числе и гроссмейстеры, не знают, как выигрывать в данном окончании. Так что, друзья, присоединяйтесь. 20-20 по московскому времени. Начало стрима. Турнир, по-моему, тоже начинается в 20-30 или в 20-20. Ну, лучше пораньше придите, как говорится, присоединитесь, чтобы не пропустить. Ну, давайте посмотрим партии. Первая партия. Пётр Чернышёв играл белыми, Роман Щукин – чёрными. Выпал следующий дебют. АБ4-БЦ5. БА5-ЦБ4. Ну и белые делают такой корявый ход ЕД4, а чёрные отвечают также 5. Обязательные ходы, жеребьёвка. Ну, тут обычно играется ДЦ5, как и сыграл Пётр Чернышёв. Ну, мы, кстати, как-то играли и БА3. То есть, после БА3 белые обязаны делать следующие ходы, иначе они проиграют. Чёрные размениваются вот таким образом. Белым надо играть АБ2. АБ2 загоняют шашку чёрных на борт, и обязаны белые играть ЖФ4. И после хода ЖФ6 единственное продолжение у белых – это вот такой размен ДЕ5. Ну и затем на любой ход, в принципе, белые размениваются вот в эту сторону именно. И то есть, видите, за счёт вот этой колоночки чёрные, если нападают, мы вот таким образом размениваемся и получаем позицию не хуже. Вот такой план. Это, кстати, единственный план ничейный. Всё остальное проигрывает. Тут есть какая-то контр-игра, так что иногда можно так в БЛИЦ сыграть. Ну, всё-таки более логичный ход, конечно, здесь ДЦ5. Ну, надо отходить, и белые размениваются назад. Здесь у чёрных есть два продолжения – ЖФ4 и АБ6. Ну, если АБ6, тогда белые уже нападают ЖФ4, и непонятно, как играть за чёрных. Поэтому обычно играют ЖФ4. Так и сыграл Роман. Белым надо играть ДЦ5. То есть, не давать чёрным развить инициативу против сильного левого фланга белых. То есть, видите, чёрные заслали, как говорится, разведчика. Надо играть аккуратно. Роман играет ЖФ6, и Пётр Чернышёв играет СД4. Последовало далее – ФГ5, БЦ3. И Рома разрушает вот этот активный треугольник, играет СБ6. Здесь Пётр сыграл ДЕ3, и Роман играет БА5. То есть, видите, уже как-то позиция белых становится неприятной, надо играть аккуратно. И Пётр Чернышёв делает ход ЕД2, сдвигая так называемую золотую шашку. Что хотят белые? Если чёрные разменяются вот таким образом, то белые тоже разменяются в центре. У них позиция, в принципе, ну, чуть похуже будет, ну, ненамного. Если же чёрные выжидают, допустим, АЖ7, то белые тоже выжидают. Ну, и чёрные всё равно разменяются. Роман посчитал эти варианты и предпочёл сразу же разменяться. Пётр разменивается также в центре. И Роман проводит вот такой размен АБ4, АБ6. Чёрные отдали две шашки и побили две. Теперь белые играют АБ2. То есть, что хотят белые? Сыграть АБ2, затем отдать шашку, вторую, и провести удар. Кстати, мы его и увидим в партии. Роман тут посчитал варианты и сыграл вот таким образом. Сыграл БЦ7, БЦ3 и АЖ7. То есть, чёрные дают белым провести комбинацию. Белые проходят дамки, но тут же дамка белых ловится. То есть, последовало СБ4, АЖ3 и ЕВ4. Белые провели комбинацию, попали в дамки, но она тут же ловится. То есть, позиция становится ничейной. Естественно, так нельзя меняться, потому что белые тут же проиграют. То есть, отдаём и выигрываем. Конечно, так нельзя играть. Гроссмейстер не попадает в такие ловушки. Ну и Пётр Чернышов играет СБ2. Далее, в партии последовало ФЖ3, ДЦ3. Чёрные пожертвовали шашку, поставили дамку. Белые закрылись. Чёрные играют АЖ3. Белые играют БЦ3. Ну и после хода ЖФ2, белые играют ЕВ4. Чёрные ставят дамку. Ну и белые жертвуют обе шашки. Допустим, ну побили сюда, допустим. ЖФ6, побили сюда. Ну и партия заканчивается ничей. В рассмотренном варианте всё вроде бы кажется логичным. То есть, после АБ2 хочется сыграть ДЦ7. Но на самом деле компьютер показал усиление. То есть, Роман Щукин мог сыграть сильнее и помучить ещё гроссмейстера. Можно было сыграть АЖ7. Ну, БЦ3 надо играть. Белые не могут свернуть. А теперь чёрные играют ЖФ6. То есть, не играем ДЦ7, играем ЖФ6. Белые обязаны проводить комбинацию. Уже рассмотренную. Ну и здесь чёрные, у них есть выбор. Либо свести уже к указанному варианту. Либо усилить вариант. То есть, сыграть АЖ3. Ну, белым надо играть. БС7. И теперь мы играем ФЖ5. Что хотят чёрные? Если белые ставят дамку, то они тут же проигрывают. Мы отдаём шашку. И размениваемся ходом ЖФ4. Ну, как бы белые тут не били, всё сводится к этому варианту. Ну, размениваться надо, иначе чёрные пройдут в дамки. На Д8 у них защитник стоит, белые не успеют. А если белые размениваются, то выясняется, что позиция в пользу чёрных. Белые проигрывают. Вот такой интересный вариант. То есть, в этой позиции мы выяснили, дамку вставить нельзя. Всё-таки надо играть ДЦ3. Чуть ли не единственный ход. Ну, и теперь чёрные жертвуют шашку. Она у них лишняя. И ставят дамочку. Ну, и лучшее продолжение здесь за белых делать ничего. Вот именно таким образом. Всё остальное плохо. Чёрные бьют на С5. И белые ставят дамку. В этом эндшпиле, видите, у чёрных шашка лишняя. Но всё-таки эндшпиль ничейный. Да, тут можно помучить. Можно было гроссмейстера. Но Роман Щукин не нашёл этот вариант интересный. Ну, ещё раз скажу, что он найден с помощью компьютерной программы ТОШа. Тут, конечно, шашистов нельзя винить. Вот такой интересный вариант остался за кулисами. Вот. То есть, в принципе, даже гроссмейстера можно заставить зачастую делать ничью. Друзья, берите на вооружение данный вариант. С Сергеем Малаховым тоже возникла интересная позиция. Ну, выпал следующий дебют. Он может и в классике возникнуть. СД4, допустим, ФГ5. БЦ3, ЖФ6. АБ2, ДЕ5. И белые размениваются на поле Ф4. Ну, хочется за чёрных поокружать. Всё-таки у белых ослаблено поле А1. Ну, и чёрные сыграли БА5. Ну, и здесь, в принципе, у белых было два варианта. Можно играть либо ЖХ2. То есть, что хотят чёрные. Если, допустим, белые сыграют так, ну, мы уже разменяемся в центре. Если СБ6, то размениваемся таким образом. Ну, и затем играем ФГ3. В принципе, получая равную позицию. Ничем не хуже у белых. Если АБ4, допустим, играем, ну, тут тоже лучший ход за чёрных здесь СД6. Ну, и после, допустим, такого размена позиция тоже, в принципе, равная. Можно было сыграть так. Ну, Пётр Чернышёв сыграл интересно. То есть, Гроссмейстер здесь разменивается в центре на поле Е5. Ну, как-то кажется, что позиция белых подвержена окружению. Поэтому чёрные играют ЕД6. Ну, БЦ3 развееваем свои шашки в центре. Чёрные играют АБ6. В принципе, тоже логичный ход. Вот СД4. Ну, и здесь чёрные, в принципе, у них позиция была не хуже. Они сыграли не точно. Что позволило белым получить преимущество. То есть, Сергей Малахов сыграл уже А4. Вроде бы, кажется, нормальный ход. Кажется, что белые разменяются, допустим, назад. Ну, и у чёрных, в принципе, не особо хуже будет. Но, на самом деле, у белых есть вот такой размен неожиданный. ДЦ5 они играют. Надо бить в эту сторону. Ну, и после вот такого размена уже позиция чёрных, конечно, хуже становится. Тем не менее, у чёрных были варианты сыграть не хуже. То есть, не надо было играть Ж4. Можно было сыграть АЖ7. Ну, и теперь, допустим, если белая играют АЖ3, мы нападаем с поля Ж4. Ну, меняться надо, иначе плохо. Вперёд уже проигрывает. Чёрные сыграют АЖ7. Затем ЕФ6. Выбьют шашку. Д4, ну, и легко выиграют. Конечно, так никто играть не будет. Поэтому приходится бить назад. Теперь чёрные проводят форсированный вариант и получают абсолютно равную позицию. ДЦ5. Надо закрываться. ДЕ7. Ну, и тут, допустим, АЖ3. Чёрные меняются назад. Абсолютно равная позиция. Вот так мог сыграть Сергей Малахов. Но сыграл не точно. Всё-таки Блиц. Ну, и играл, конечно, против Гроссмейстера. Ну, давайте рассмотрим вариант, который случился в партии. Чёрные сыграли Ж4. Белые разменялись вот таким образом. Далее чёрные также меняются, потому что шашка С5 стоит у них тут, как кость в горле. Белая игра ДЕ3. То есть, в случае ДЕ5 уже готовы пожертвовать шашку. Ну, и захватить центр окончательно. Поэтому приходится играть АЖ7, ЕФ4, ДЦ5, СД2, ДЕ7, ДЦ3, ЕД6, ЕД2. ЕД2, ЖФ6. Белые нападают. Так. Чёрные меняются назад. ЕД2, СД6. Напали. Снова разменялись назад. Ну, друзья, может быть где-то ошибся, но вот всё сводится к этой позиции. Примерные варианты показываю. ЕФ4, ДЦ5, ДЦ3, СД6. Ну, и возникает часто встречающаяся позиция. ЖФ2, ЕФ6. Белые нападают. То есть, вроде бы кажется, что у белых хуже. Но за счёт вот этого вот нападения у белых даже приятнее окончание. Надо отходить. ЖФ6, ЕФ4, АЖ7. Чёрные нападают, белые отходят. Ну, и здесь Сергей Малахов ошибся. Находился уже в жесточайшем цейтноте. То есть, просрочил в итоге время. У Петра Чернышёва ещё было, кстати, 15 секунд. Хочу обратить внимание. Ну, конечно, когда позиция более центральная, более приятная, времени меньше тратишь на раздумья, чем когда защищаешься. Это естественно. Ну, и тут Чёрные сыграли ДЦ5. И просрочили время. А ничья была и довольно-таки интересная. Советую всем её запомнить. Можно играть ЖФ2. Белым лучше всего ставить дамку на АШ8. Ну, и Чёрные также ставят дамку. То есть, если белые отходят, ловят дамку. Ну, Чёрные играют АШ3. Тут ничего страшного нет. Допустим, напали, отошли. Напали, поставили дамку. Надо бить до конца. Ну, и просто ЖФ2 сыграли. Позиция ничейная. Тут не выиграть, конечно. Если же в этой позиции белые отходят. ЕФ4. Ну, вроде бы кажется, Чёрным ходить некуда. То есть, на любой ход дамкой белые отдают шашку и легко выигрывают. Кажется, что проиграно. Но, на самом деле, тут есть красивая ничья. Чёрные отдают две шашки. И, обратите внимание, в какую бы сторону белые не били, всё равно будет ничья. То есть, если бьём в эту сторону, Чёрные играют АШ3. Ну, допустим, напали. Может даже так же напасть. То есть, ничья уже никак не будет. То есть, потом переведём дамку на А7 и проводим вторую дамку. То есть, белые не могут провести эти шашки в дамке ничья. Если же, так, в этой позиции, да, вот в этой позиции, если же белые бьют вот таким образом, ну, просто нападаем, то есть, видите, белым мешает своя уже шашка на поле С3. Если бы её не было, то белые бы поймали чёрных. Ну, а так, конечно, ничья. Ну, допустим, сыграли таким образом. Бьём на Б8. Ну, и затем также проводим вторую шашку в дамке, и партия заканчивается ничьей. В принципе, сегодня, друзья, мы особых красот не увидели, но, тем не менее, так скажем, увидели техничную игру. То есть, всем рекомендую изучать дебюты, изучать окончания в шашках. По сути, многие дебюты, они неразрывно связаны с серединой игры, а середина игры плавно перетекает в окончания. То есть, по сути, чтобы уже сейчас сильно играть в русские шашки, шашист обязан знать и дебюты, и середину игры, сильнейшие планы в дебюте, и знать более-менее все окончания. Вот, кстати, сегодня как раз кандидат-мастера Артём Гагаринов будет показывать такое окончание. Вот три дамки выигрывают у дамки соперника и двух шашек. Интересное окончание, друзья. Я сам его плохо знаю, так что тоже с вами поучусь. Рекомендую сегодня в 2020 по московскому времени. На сайте Gambler состоится лично командный турнир, а на канале «Всё о шашках» YouTube-канал состоится стрим. Увидимся. До свидания. Если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Отвечу на все вопросы. До свидания.